Даже при минимальной ставке с Алимбет ты получаешь бонус. А если больше ставок, то и бонусы больше с каждым уровнем. Запомни, больше ставок, больше бонусов. Бонус-клуб Алимбет. Алимбет. Максимум от игры. Алексей Подволовский, YouTube канал Голевый удар. Поздравляю вас с первым набранным очком руля новой команды. Показалось то, что факел сегодня вышел очень заряженным. Но если отойти непосредственно от сегодняшнего поединка, опишите ту атмосферу, которая была в команде, когда вы только пришли. И каких усилий стоило перезагрузить команду, чтобы она сегодня ушла? Ну, команда у себя в нормальном состоянии. Я не могу перезагружать. Мы знаем факел, что команда боевую. Она всегда такая упертая. Другая просто немножко другая стилистика. Мы хотим играть. И в эти 8-ми работали в своем направлении, для того, чтобы быть более доминантными, более атакующими, более агрессивными, потому что футбол красен голами. Вот у меня игра сегодня получилась такая. Я поздравил ребят с боевой игрой, с боевой ничьей. То есть на три результата. И мы могли, удача была забить. В аргументы были и Урал. В своем стиле атаковал с наставками, с агрессией, с какой-то площадью. И такая, я думаю, закономерная боевая ничья. Как раньше говорили в советские времена. Боевая ничья. Такая, где гола в роли нет, а игра могла развернуться в любую сторону. Инициатива. И одна командова дело. Мы в втором тайме разыграли правильно позиционную атаку, то, что тренируем. И момент сразу появился. Такая еще немножко спешка и суета в этом плане. Атмосфера нормальная. Она и так нормальная. Поэтому я не говорю, что команда не пришла, а потом убита. Нет, все равно в нормальном состоянии физическом, в том числе и ментальном. Хазир Амбаев сегодня начал со скамейки. Объясните такое решение. Есть анализ, тактика, анализ соперника, состояние футболистов, взаимодействие футболистов. Огромный блок информации. Поэтому тот или иной игрок выходит в старте или не выходит в старте. А так вообще в футболе где-то 15-18 футболистов состав основной. Поэтому кто-то вышел так, кто-то так. Это уже внутренняя кухня получается. Следующий вопрос. Пожалуйста. Добрый вечер, Сергей Абуязидович. Агир Фадмирасов, блок футболист. Скажите, пожалуйста, вот в первом тайме мы видели, что Факел очень хорошо двигался и уравая игра не складывалась. И во многом казалось, что за счет хорошего движения команды. Но во втором тайме Факел прижался к воротам, практически отбивался в последние четверти матча, можно сказать. Это вызвано какой-то усталостью или Урал может прибавил? Во-первых, хорошо вошли игроки на замену Урала. Щетина вышел очень хорошо, он сразу мяч придержал, и там стало сложнее. Во-первых, там Урал играл более прагматично, длинные передачи на Каштанова, и все. И мы как бы эту ситуацию просчитывали. А вышел другой нападающий, он стал более гибче, и сразу завязалась игра другая немножко, и потом стало сложнее. Наши замены вышли, я бы сказал так, они не испортили, но сильно его не усилили. То есть в этот момент прогиба случился. Не потому, что мы хотели так, эфическое состояние, а просто как-то вот где-то что-то... Не надо этот анализ провести, мы не хотели садиться риском. Хотя ответ на атаки старались сделать, и хорошо включался от долгов, надо было разыграть позицию, но решил пробивать. То есть у нас были угловой дар в конце, то есть достаточно там была напряженность. То есть мы не собирались садиться вниз. Но так сложилось ситуативно, где-то в каких-то метрах нарушения неоправданные, не вынуждены ошибки пару раз. Молодой Богомаев потерял мяч в этой ситуации. Это не сразу приводит к потере игрового поля. Поэтому в основном из-за этого. А так в целом я не думаю, что... Скажите, пожалуйста, вот такая красивая, можно сказать, хорошая игра Факова в первом тайме, она вызвана тем, что вы, может быть, Урал разобрали, как он играет, чтобы знали, как противодействовать, чтобы... Нет, это стилистика. Это стилистика на нашей концепции, которую проповедуем, играть в футбол, получить удовольствие от футбола, комбинировать, быть разнообразными, использовать баскет-зону, так называемую позиционную атаку, типа, 36-го. В момент, на котором там был типичный розыж, хорошая зона, баскет-зона. Баскет-зона, это когда, как баскетболе, входит игра в одну зону, долго не находится, входит в эту зону, в другую включается. Как бы так, у нас есть такое название позиционная атака, вот такая комбинация. Поэтому это стиль игры, которую мы будем прививать для того, чтобы быть более креативными, более смотрибельными и более зрелищными. Для болельщиков, которые, кстати, сегодня... Сколько было? 103 человек. 103 болельщиков приехали из Воронежа, был очень благодарен за поддержку, чувствовалось их дыхание. Это тоже немаловажно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова